Итоговое заседание собрало в одном зале руководителей всех первичных структур региональной системы ДСАФ. Большое мероприятие прошло с участием председателя Центрального совета Ивана Дырмана. Здесь были подведены итоги прошедшего года, а также определены принципиальные позиции на 2021. Да, пандемия внесла свои коррективы в работу структуры, однако общий результат все же достаточно неплохой. Одна из основных задач для ДСАФ была и остается подготовка водительских кадров. Реорганизуя учебный процесс, учащимся была предложена и очная, и дистанционная форма обучения. Занятия проходили параллельно и результат весьма хороший. Поэтому, если ситуация 2021-го потребует вновь ввода удаленных программ, здесь готовы их предложить. В условиях, когда был наибольший такой пик заболеваемости, то мы предложили нашим обучаемым вообще перейти на дистанционное обучение. Но, к сожалению, на практике получилось так, что действительно большая половина перешла. Да, но в основном это молодежь, продвинутая молодежь. Но есть же у нас категория, которые не хотят этой формы. Они любят по старинке преподаватель, учитель, я ученик и вот таким образом. Поэтому мы готовы к этому. Мы предложили уже в этом году вот такую услугу. Ну, а как будет развиваться, да, действительно. Это будет зависеть в первую очередь от учеников. Брест в 2020-м стал первым городом, получившим в пользование новый автомобиль, предназначенный для обучения вождению людей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Набранная группа успешно окончила курсы и получила заветные права. А машина теперь находится в другом регионе, там, где есть необходимость. Такой автомобиль числится в Центральном Совете. И мы направляем туда, где есть необходимость. У нас под это сделаны классы, классы оборудованы. Притом мы можем дистанционно обучать. Также в рамках итогового мероприятия была озвучена и информация о планах на 2021-й. Так в регионе будет создан аэроклуб. В этом году мы в районе между Малоритой и Брестом начнем строить аэроклуб. Нам выделили землю. Сейчас на стадии завершения проекта и с теплом мы думаем, что мы уже сделаем полосу, разместим самолеты, планеры. И брестчане смогут не только прыгать с парашюта, но и летать на планерах, учиться летному делу и так далее. Почему я на это застряю внимание? Сейчас решается вопрос, точнее практически он уже решил, что в Республике Беларусь будет создана наша национальная авиационная академия. И ДСАФ будет давать летную практику гражданским летчикам. Как мы даем сейчас летную практику военным, будем давать летную практику и гражданским. Работа в структуре ДСАФ плановая и планомерная. А это значит, что поставленные задачи будут реализованы в указанные сроки.